Хочешь жить хорошо, не ленись, а еще будь добр, заплати. Собственники многоквартирных домов в течение года оплачивают такие услуги, как содержание жилья и текущий ремонт. А потом на общем собрании жильцов им предстоит решить, на какие виды работ и сколько они готовы потратить. Управляющая компания также имеет право голоса, но последнее слово, конечно, за жильцами. Судьба многоквартирного дома в руках самих собственников помещений. Так, например, на общем собрании хозяева 263 многоквартирных домов в столице республики установили новые тарифы на содержание и ремонт жилья. Татьяна Трофимова выясняла, как происходит формирование тарифов и на что можно потратить общие средства. Отремонтировать ли на собранные за год деньги крышу или поменять трубопровод и стояки в подвале – все решается на общем собрании жильцов. За то или иное решение должно проголосовать большинство. Затем необходимо составить договор с управляющей компанией. Там обязательно должна быть указана цена на содержание и ремонт помещения. Управляющая организация обязана в обязательном порядке все требуемые работы вынести на общее собрание. Иначе, если при случае возникновения каких-либо аварий, будут нести ответственность. Если собственники отклоняют, пересматривают тариф в сторону снижения и убирают какой-нибудь вид работы, соответственно, они берут обязательства на себя. Прийти к единому мнению непросто. Но договориться с собственниками жилья – это задача управляющей компании. Ремонт жильцы могут делать постепенно. Допустим, сначала отремонтировать крышу в двух подъездах. В следующем году – остальные. Все зависит от того, сколько они готовы на это потратить. Есть у нас свежий пример. Игерский бульвар, дом 33. Шестиподъездный дом. И люди за три года сделали капитальный ремонт крови. Сколько платить за содержание и ремонт жилья устанавливают сами жильцы, также мнением большинства, на общем собрании. Так, до 1 июля 2013 года, если взять средние данные по городу Чебоксары, собственники платили 2-3 рубля за квадратный метр. Но есть и такие дома, в которых сами люди согласились платить 8-9 рублей. И все для того, чтобы дом был в хорошем состоянии. А если собственники не устраивают собрания и не пересматривают тарифы, то выплаты остаются такими же, как и в текущем году. Управляющая компания «Новоюжный» обслуживает 56 домов. Во всех этих домах утверждены новые тарифы с 1 июля этого года на содержание и текущий ремонт. Цены устанавливались после осмотра домов. По содержанию жилья повышение у нас в основном от 3 до 5%. Тариф на текущий ремонт у нас в основном получился даже на снижение. По содержанию ремонта в среднем. По Калининскому району у нас средний рост содержания ремонта в целом получается на 6%. По Ленинскому району на 8%. И по Московскому району тоже 8%. Принимать единый тариф по городу нецелесообразно, подчеркивают специалисты. Изнушенность домов разная. С 1 июля новые цены на содержание жилья в Чебоксарах установлены в 263 многоквартирных домах. Это примерно 10% по городу. Показатели, конечно, невысокие, говорят в управлении жилфондом. Собственникам стоит быть активнее в своих решениях. Если сегодня не позаботятся о ремонте, постепенно это приведет к разрушению дома. И потребует более значительных затрат. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.